Счастливый билетик достался пассажирам городского транспорта столицы. Первый рейс был для них бесплатным, а за рулем ни много ни мало сам исполняющий обязанности главы администрации Магаса. Отныне на внутренних маршрутах города будут работать новые комфортабельные микроавтобусы марки Ford. По столице прокатилась и съемочная группа вестей. Имея при себе документы на право вождения этой категории за баранку нового микроавтобуса, сел исполняющий обязанности главы города Беслан-Течоев. Так что весть о том, что у жителей столицы появятся два новых микроавтобуса, и что эта поездка является бесплатной, обрадовала их двойне. Нужно отметить, что ранее в Магасе отсутствовал транспорт, который ездил исключительно по городу. Чтобы добираться до пункта назначения, Магасовцам приходилось на рейсовых автобусах, обслуживающие маршрут на Зрань Магас или на крайний случай на такси. Но отныне эта проблема останется в прошлом. Микроавтобусы будут ездить по утвержденному расписанию, независимо от того, будут ли люди на остановках или нет. Была острая необходимость общественного транспорта, который по городу. Наша цель это создать удобство для людей в первую очередь, поэтому мы решили запустить вот такой маршрут, который будет охватывать весь город. Марина Калоева рада этому событию как никогда. Это прежде всего удобство для моих детей, которые являются школьниками, говорит она. Ранее мне приходилось отправлять их на такси, но с появлением городского транспорта я могу посадить ребенка в автобус, и он довезет его до школы. Кроме того, особенно приятно, что этот транспорт является государственным, заключает она. Мы этот момент очень долго ждали, потому что жители нашей столицы часто приходится вызывать такси. Вот я сама работаю, и мне приходилось вызывать такси. А сейчас очень удобно, особенно это касается детей. Наши вот дети, они вот как мать, я вот боюсь себя посылать там далеко, и приходится самой ехать с ним. А сейчас можно посадить его на газель, да, и не переживать, что он доедет. Первая бесплатная поездка благополучно завершилась. Уже с завтрашнего дня в каждом микроавтобусе будет установлено электронное табло с маршрутом остановок и указанием тарифа. Памятная дата была посвящена и встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Мероприятие, организованное администрацией МАГАСа, проходило в неформальной обстановке. За чашкой чая ветераны и руководство города вспомнили облом, а также обсудили проблемы сегодняшнего дня. За беседой следила Марина Баркинхоева. Встреча, которая состоялась в мэрии МАГАСа, прошла в неформальной, можно сказать, дружеской обстановке. В ней приняли участие жители города, известные, уважаемые люди, старейшины, ветераны войны, учителя. Как объяснили нам, основная цель данного мероприятия, то, что называется, изнутри узнать о жизни и проблемах сегодняшнего МАГАСа. Не только сегодня, но и в будущем я собираюсь встречаться с общественностью, выслушивать мнение людей, учитывая это мнение, строить свою работу. Бывают такие моменты. Помощь для человека словесно, которую он пожелает ему поговорить по-хорошему, и у него душа отходит, открывает просто от радости, что к нему такое обращение. То, что сегодня и произошло, да? Да. В ходе встречи за чашкой чая были обсуждены самые разные вопросы, начиная от истории МАГАСа, заканчивая актуальными. Например, ценами за проезд в автотранспорте, а также на продукты в магазинах. Беслан Цычуев внимательно слушал своих собеседников и, по его словам, узнал много полезной для себя информации, благодаря которой, несомненно, можно будет повысить качество работы администрации. Нам уже машины предоставил, чтобы мы ездили, детей возили свободных. Вот у нас тут стал лучше. Все должны встать в ряд, и каждый должен делать понемногу, и все наладится. Подобные встречи в администрации планируют проводить как можно чаще. Марина Баркин-Хоева, Данил Гитагажев, Адам Плеев, Вести, Ингушетия. Продолжение следует...